В нас всегда с большим трепетом в душе отзываются истории золушек, когда за счет своего устремления, трудолюбия, удается добраться до уровня королей. Но если в сказках на пике запускают титры, жизнь, к сожалению, не останавливается ни на миг, и на этом самом пике попробую еще удержаться. Сегодня мы посмотрим, как команды выскочки прошлого сезона, которым пели дифи рамбы их тренерским стратегическим гением, грамотной трансферной политики, умному руководству, провели сезон нынешний. Действительно ли там такие особенные профессионалы, как рассказывали некоторые блогеры, либо стечение удачных обстоятельств, которые, как известно, случаются. Во Франции таким клубом стал Ланс, практически без падов, проведя сезон 22-23, до последнего державший в тонусе ПСЖ, в таблице их разделил один пункт. Залогом успеха в первую очередь стала надежность обороны. Ланс пропустил меньше всех в лиге, на 9 их главных конкурентов Парижа. Гради, Медина и Дансо настолько сыгрались за год на сиамском уровне, дополняя друг друга. Провели свои лучшие сезоны игроки середины поля и атаки. Франковский, Секуфуфана, Сотока. Важно, огромные деньги для клуба, около 15 миллионов евро, были потрачены не зря, в дальнейшем окупятся вдвое. Лои Апенда, один из лучших бомбардиров лиги, 21 гол. Но все это было бы невозможно без Фрэнка Эза, главного коуча клуба. Ведь Ланс нарекли тренерской командой с четкой организацией. Фрэнк пришел из молодежной Ланса, представляющей одноименный 30-тысячный городок. Его индивидуальный грамотный подход создал благоприятный микроклимат. А еще по часу на тренировках уделяется йоге. Насколько это идет в плюс, кто знает, но факт. Разумеется, такие любимые ютуберскими специалистами гибкие тактические схемы. Вот только про тактику знает любой маломальский профессиональный тренер. Если вам будут рассказывать про физруков непонимающих стратегий, А вот они-то знают, как они ведитесь. В отличие от большинства ютуберов, все эти тренеры изучают тактику и стратегию практически с детства. Вернемся к Лансу. Летом из системообразующих футболистов ушли Секу Фуфана в Саудовскую Аравию. Апенда в Лейпциг. Их место заняли Анжела Филжени, Энди Дюв. Центр-форвард Эльевай, забивший на два меньше апенда. Костяк сохранен, замены достойные. С на месте, а значит микроклимат, четкая оборона, гибкая стратегия. По логике, успеха не избежать. Оттого таким ударом стало начало сезона. Четыре поражения в пяти турах. Но кроваво золотые и не думали посыпать голову пеплом. Календарь стал более снисходительным. Все чаще в копилке начали прибавляться желанные три балла. Да и стоит заметить. Несмотря на всю тактическую вариативность, начальную серию баранок, Фрэнк Эс так и не стал менять свою расстановку. Три-четыре-два-один. Глупо было бы ожидать, даже с тем же практически составом. А Вае, из-за которого дали 30 миллионов евро, вторым апенда не стал. Отличившись всего семь раз в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Глупо было бы ожидать продолжения борьбы с ПСЖ за шестигранник. Но свой экзамен Лан сдал на отлично. С момента возвращения в элиту в 2020 году, и то только благодаря отмене концовки сезона из-за пандемии, с огромной натяжкой могли предрекать клубу роль середняка, совершенно определенно бореть за выживание. Сейчас команда идет на шестом еврокубковом месте. В Лиге чемпионов не ударили в грязь лицом. В группе без явного аутсайдера оставили без февральского плей-офф Севилью. Всего на один пункт отпустили Пейс Вейнтховен. Так удачно подобранный сплоченный состав. Тренер, знающий, умеющий работать с людьми Фрэнк Эс. Уже четвертый сезон показывают свою состоятельность. За нынешний игровой год Лан заслуживает отметку 8,5 из 10. Лучше скажет сам Фрэнк Эс. В прошлом сезоне мы летели, в этом сезоне мы летели, но и также оступались. Надеюсь, что у нас будет счастливое завершение игрового года, который был ужасно трудным. Если у нас будет счастливый конец, это то, что мы заслужили. Игроки прилагают максимум усилий. Бундеслига. Можно ли назвать Байер Ливеркузина открытием прошлого сезона? Нет. Они играли в Лиге Чемпионов, дошли до полуфинала Лиги Европы. Как в футбольной истории свойственно повторяться мы знаем. В ближайшее время у Аспириновых есть возможность взять реванш на той же стадии у Ромы. У них был приличный состав и шестое итоговое место это ниже ожиданий. Конечно, там имело место неудачный старт. И то, что произошло с командой с приходом Хаби Алонсо, тяжело объяснить без привлечения магии. Тем не менее, у Германии в сезоне 22-23 был другой герой. Стандартно, для не самых развитых в футбольном плане стран, наиболее успешные клубы из столицы. Понятно почему, команды зависимы, датируемы, а значительное скопление бизнеса расположено там, где проживают наиболее влиятельные люди государства. Но в таких странах, как Германия, при заполнении заявки на лидирующих границах государства клуб, галочку напротив расположения в столице ставить не обязательно. Клубы самоокупаемые, исторически привлекательные для спонсоров, любимые болельщиками по всему миру, их уже тяжело скинуть с Олимпа, какую бы прописку они не имели. Большой город желательно, но не обязательно столица. Поэтому за появлением берлинской команды, которая в кои-то веки на что-то претендует в стране, было наблюдать как минимум любопытно. Унион возглавлял таблицу Бундеслигой после первой трети. После 21 тура имел равное количество баллов с Баварией и Боруссией Дортмунд. Успехи берлинцев тесно связаны со швейцарским коучем Урсом Фишером. Чемпион страны с Базелем поверил в проект Цинглера и в первый же свой год вывел команду в неведомую до того Бундеслигу. Фундаментом построения Униона является грамотная трансферная модель, в основе которой лежит детальный подбор игроков. Это уже не мои слова, а одного из блогеров. Объяснение классного выступления, конечно, на любителя. Как будто в другие клубы набирают по методу рибской децимации, каждого десятого только вместо казни контракт. Столичная команда не баловала головокружительными комбинациями, не имела тотального превосходства над соперниками, скорее набирала регулярные очки за счет своей дисциплины, организованной игры в обороне, точного выполнения каждым, возложенной функцией на матч. Зачастую контратаки становились главным оружием Униона по добыванию голов. Участие в Лиге Чемпионов требовало усиления состава. С этим, можно сказать, успешно справились летом. Были куплены Госсенс у Интера, опытный форвард Фолланд из Монако, выкуплен находившийся в аренде центрбэк Лейте. Арендованы молодые перспективные футболисты Атаки. Брэндон Ааронсон Лидс до трофов на Челси. Изюминки трансферной кампании предавал повидавший в футболе все Леонардо Бануччи. Предвкушение фанатов Униона от сезона, Лига Чемпионское приключение столкнулась с суровой реальностью. Лидер команды последних сезонов Джеральдо Беккер вдруг закис. Бануччи больше пожарил, чем помогал, уже сыграет в Турции, не прошло и полгода. 15 ноября попросили освободить должность Урса Фишера, и в этом видится великая несправедливость. Швейцарец вывел клуб в элиту, не просто сохранил прописку, команда попадала в Еврокубке, а в этом году и вовсе невероятное гимн Лиги Чемпионов прозвучал в Берлине. И вместо абсолютно заслуженного карьерного роста, Фишера увольняют. А ведь как прекрасно все начиналось, 3 победы со старта сезона, и в каждой из них берлинцы забили по 4 мяча, и сразу закат, 10 к ряду поражений в Бундеслиге. Фиаско в Лиге Чемпионов, последнее место в группе с Риал Мадрид, Наполи и Брагой, два набранных балла, вылет из Кубка Германии, и все это они успели еще в 2023 году. На данный момент ситуация немного выправилась, но клуб по-прежнему барахтается возле зоны вылета. В заключительных трех турах борьба за последнее спасительное место развернется между Унианом, Бохомом и Майнцем. Да, и вместо Фишера пришел хорват Ненат Бьелица, который уже около 15 лет работает как главный тренер. Один из ассистентов у него. Мария Луиза это, но это уже другая история. Если видео залетит, выйдет вторая часть, АПЛ и так далее. Берегите себя.